Ну и с Северной Америки в Южную Америку дел Марусев не сдаётся. И суток не прошло с окончательным отстранением президента Бразилии. Она уже оспорила импичмент, видимо, к нему готовилась заранее. Это и понятно. Разбираться в этом деле теперь будет Верховный суд, а народная поддержка экс-главе государства обеспечена. В Сан-Паулу за неё даже произошла настоящая битва. В столкновениях с полицией пострадали 7 человек. Вот это кадры как раз из Сан-Паулу. Демонстрация против политических изменений началась мирно, но очень скоро переросла в бунт. Силовики разгоняли толпу шумовыми гранатами и свесточевым газом. Особо агрессивные бразильцы стали громить здания и переворачивать полицейские машины. Чуть спокойнее прошла эта ночь в ряду Жанейра, но столице летней Олимпиады тоже было не до сна, и не потому, что она готовится к пара-олимпиаде. Там сотни человек прошлись маршем по улицам, выкрикивая обвинения в адрес новоявленного президента Тэмера. Его бразильцы считают путчистым. На Бразилии возглавил Мишель Тэмер. До этого он занимал позицию вице-президент. Политик также является лидером одной из крупнейших партий страны, партии бразильского демократического движения. На новом посту он останется до конца 2018 года, и тогда же состоятся президентские выбора. Тэмер в первую очередь намерен взять под контроль государственные расходы и заняться проблемой безработицы. Он уже объявил, что поедет на саммит большой двадцатки в Китай на следующей неделе. Настало время вновь поверить в Бразилию. Неопределенности пришел конец. Мы объединим страну, и национальные интересы отныне будут на первом месте. Наши настоящие и будущие бросают нам вызов. Нельзя смотреть вперед, оглядываясь на прошлое. Моя задача – передать объединенную, спокойную и процветающую страну под управление того, кто придет после меня. Процедура импичмента Дил Мерусефа началась еще в прошлом году первую женщину президента в истории Бразилии обвиняют в коррупции. Накануне Сенат проголосовал за ее окончательное отстранение. У бывшего лидера теперь есть 30 дней, чтобы покинуть свою резиденцию. А ситуацию в стране Русеф назвала переворотом. Сенат Бразилии одобрил импичмент первой женщины президента страны, которую выбрал народ. Не было никаких конституционных причин для этого решения. Этот переворот коснулся не только меня, или рабочей партии, или наших соратников. Это только начало, а вернее конец какой-либо прогрессивной и демократической политической организации.